Первомайские праздники были длинными, погода хорошая, настроение веселым. И горожане старались больше времени проводить на свежем воздухе. С активными играми и, конечно, с шашлыками. Вот только результат этих посиделок довольно плачевный. Город буквально утопает в мусоре. Здесь творится неведанное на самом деле. Тут пьянки постоянные, крики, оры, прожигают беседки. Ну это, конечно, ужасно. Нужен какой-то контроль. Делаешь замечание, не делаешь. Сегодня они уберут за собой, завтра так же приедут. И надо что-то, конечно, делать. А что делать, не знаю. Первого мая здесь полно было людей. Ведь завтра они снова придут и опять вот эта же грязь. И сами же будут возмущаться. Мы, конечно, хотим, чтобы, я не знаю, какой-то призыв был, я не знаю, что-то сделать. Такое, чтобы мы все сюда пришли и убрались, честно. Ну так хочется чистоты. Ну что ж, давайте узнаем, сколько понадобится времени, чтобы вот эту небольшую полянку одному человеку привести в порядок. Ну вот, мне было достаточно буквально трех, а может пяти минут, чтобы сделать это место чистым. Согласитесь, не так уж и много. Я уверен, что с этим мог справиться каждый. После майских праздников осталось очень много мусора. И вот мы видим, что вы также сегодня пришли провести время на природе. Скажите, вы после вашего мероприятия всегда ли убираете? Да, я всегда убираю за собой. У меня машина припаркована здесь. И я за то, чтобы в природе совершенно за собой не оставлять мусора и так далее, экологию не загрязнять. Люди такого характера, они, во-первых, не уважают себя, окружающую среду и как бы наносят урон всему природе, в частности России. И действительно, давайте прежде всего уважать себя. Ведь, как говорится, чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят. По району дежурили Алексей Мельников, Владимир Бижонов, Видное ТВ.